1 сентября Щелковские школы снова наполнятся учениками. В канун Дня знаний все 85 образовательных учреждений проверила межведомственная приемочная группа. Результаты обсудили на антитеррористической комиссии городского округа. По паспортам безопасности у нас там вопросов вроде как не возникает. У нас все паспорта сделаны. Школы практически все готовы к приему наших детей. С этого года в двух школах ужесточены требования по антитеррористической защищённости. В связи со значительным увеличением численности обучающихся в учебном 2020-2021 году, в 19-й школе и школе 22 имени Пололеева комиссионно принято решение о повышении категории с 2 на 1. А это значит, что входы и выезды из прилегающей территории в этих школах будут оборудованы контрольно-пропускными пунктами. В фойе появятся металлодетекторы. На выполнение мероприятий по антитеррористической безопасности в этом году учреждениям образования из бюджета округа выделены субсидии в размере 21 миллиона рублей. Как отметил Алексей Драганов, в 2020 году сумма не превышала 6 миллионов. Все образовательные организации имеют паспорта безопасности. Вслед за Днём знаний жители Щёлкова отметят День городского округа. Финальные торжества, к которым предшествовали праздники в рабочих посёлках, пройдут в Щёлковском парке культуры и на площади Ленина. На площади Ленина это будет концертная большая программа с массовыми любыми людей. И всё завершится праздничным салютом за зданием почты на Толстинской 3. Виктор Сёмин обратил внимание участников заседания на соблюдение мер безопасности во время вечернего фейерверка. В этом году на праздники задействуют мощные залповые установки. Повод обязывает. Городской округ отмечает 500-летие первоупоминания в древних книгах селения Щёлкова. Весь день в местах массового скопления людей будут дежурить сотрудники полиции, Росгвардии и волонтёры. Они же будут обеспечивать порядок на всех 123-х избирательных участках округа на думских выборах. Из-за пандемии голосование будет растянуто на три дня. С пятницы по воскресенье. Выборы у нас проходят 17-18-19, но основной поток у нас 19-го числа. Опять же, это у нас много уиков будут в школах, поэтому к этому пристальное внимание. На входе в помещение для голосования установят металлодетекторы. Там же избиратель получит одноразовый набор, в который входит маска, перчатки и ручка для проставления знаков в бюллетене. Так что голосование будет проходить с соблюдением необходимых мер безопасности. Михаил Налётов, Игорь Поляков, Щёлковское телевидение.